Прочитайте вытяжки и из этих резюме в парах обсудите следующие вопросы. Почему писатель предоставил вам дополнительную информацию о их квалификациях в сколках? Что вам нужно, чтобы обсудить ваши квалификации? Какие детали писатель включил в эту секцию? Что еще вы можете включить в секцию образования вашего резюме? Университет Европейского регионального развития, степень бакалавра, трехмесячная тренировка, экономические исследователи Северной Ирландии, государственная служба, Белфаст. Год по программе обмена Университет Саратога-Сарагоса-Испания, диссертации роли европейских фондов в развитии Арагон-Испании. Подумайте о типе работы, которую вы хотите трудоустроиться и напишите об образовании в вашем резюме. Предоставьте примеры, которые могут вам помочь. Посмотрите на резюме Сильвии на странице 21. Кроме списка дат, которые и мест, которые она изучала, идентифицируйте 5 предложений, вспомните об ее образовательных и квалификационных навыках. Напишите некоторые предложения так, как будто они являются правдой для вас. Демонстрируйте ваши интересы. Дела, которые вы любите в ваше свободное время, говорят много о вас как о личности и о том типе характера, который соответствует каждой работе. В парах обсудите следующие вопросы. Если вы писали раньше резюме, а что вы написали в колонке личных интересов? Что работодатели думают о ваших личных интересах? Послушайте двух экспертов, Грейс и Оливер, обсуждая персональные интересы и отвечая на следующие вопросы. Что значит в обсловии Сильвии? Как оно соответствует к вашим интересам? Что Оливер думает неправильно с размещением капитана футбольной команды? Была ли хорошая идея предоставить множество интересов? Какие персональные интересы Грейс разместила в ее интервью? Какое достижение собирается добавить Грейс? Репетиторы посмотрят.